Когда мы приехали, порядка 70% города Волновахи было без воды. Семену Никифорову проще сказать, сколько дней он провел в родном Салихарде, чем в командировке. В общей сложности мужчина пробовал Волновахи целый год. Знания и 20-летний опыт работы инженера там, в разрушенном городе, очень пригодились. Материалом нас обеспечили, техникой обеспечили, за что правительству спасибо. Специалисты говорят, в системе водоснабжения едва ли не полувека, а ремонтировали ее, судя по всему, еще в Советском Союзе. Местные жители на добро отвечают добром, даже просят официально как-то поощрить специалистов. Устраняли тоже, вот у одной бабушки порыв, воды не было в доме, сделали, благодарно, даже сходила в администрацию местную, поблагодарила. Работа под землей – это всегда неизвестность. Предугадать, какой предстоит фронт работ, крайне сложно. В ходе проведения работ было выявлено то, что требуется замена также трубы холодного водоснабжения, что и у нами было сделано. Труба была заменена, соответственно, вся запорная арматура тоже. А еще ямальские специалисты восстановили жилье в 12 населенных пунктах. За 4 месяца отремонтировали 80 домов. Речь идет о 130 тысячах квадратных метрах. Крыша над головой появилась у полутора тысяч семей. Работы идут согласно плану. Значит, укладываются установленные сроки. На данном этапе с подвозом материала и иных моментов проблем нет. В сентябре Семен Никифоров снова поедет в Волноваху. Впереди еще много работы. Ямальские специалисты помогут местным жителям подготовиться к отопительному сезону. Виктор Иогранецкий, Алексей Канев. Время Ямала. Салихард.